Добро пожаловать на канал, где мы изучаем программирование при помощи игр. В прошлый раз мы прошли первые 5 заданий в Сибот Тин, но делали мы это в игре под названием Калабот, куда я портировал данные уровни, поэтому переходим снова туда. На очереди глава «Простое рисование». Здесь всего 6 упражнений, и первое упражнение «Просто прямая линия». Проведите на бумаге прямую линию. Подарок. Привет, у тебя появился новый робот. Он может использовать 8 цветных карандашей для рисования, когда вы будете опускать их на бумагу. Робот при движении оставляет за собой линию выбранного цвета на поверхности. Простая прямая линия. Для начала заставьте его нарисовать прямую красную линию длиной 20 см. Если вы наберете только команду Move 20, робот будет двигаться вперед без рисования. Чтобы он оставил линию, вы должны приказать ему опустить красный карандаш перед началом движения. Для этого нужно набрать «Pandown Red». Обратите внимание на заглавную букву в слове «Red». Полная программа будет выглядеть следующим образом. То есть мы опускаем карандаш и едем вперед. То есть команда «Pandown» аналогична той команде «Turn», которую мы использовали в прошлый раз. Не в плане действия, а в плане того, что она должна оказаться перед командой Move, чтобы мы получили тот результат, который запланирован. На самом деле, если выполнить команду Move, то упражнение будет выполнено. Не в оригинальной игре, не в колобот в обновленной версии нельзя отследить то, что делает рисующий робот. Даже отследить, опущен у него карандаш или нет, невозможно. То есть нет такого параметра. Поэтому здесь можно надеяться только на самих себя. То есть если вы обманываете игру, то вы обманываете самих себя. Ну или если вы занимаетесь с педагогом, то он, конечно же, это должен будет заметить. Итак, нам нужно будет добавить рисование. Для этого используется команда «Pandown», которая создается из двух слов. То есть «Pand» ручка или «Pencil» карандаш «Down» вниз. Никаких пробелов между словами не должно быть. Вы видите, что у нас здесь на самом деле два параметра вместо одного, о котором нам говорят. То есть у нас есть цвет и толщина, с которой мы можем рисовать. И в данной игре этот параметр никак вообще не используется. Хотя вы можете это сделать. Но если команда требует, то почему тогда мы не пишем его и никаких ошибок не появляется? Дело в том, что этот параметр по умолчанию, то есть если мы его не указываем, он использует то значение, которое в него заложено. То есть если посмотреть сюда, то по умолчанию у нас используется значение 0.5. Да, данная страница не переведена, но это страница из оригинальной игры. Но если сделать так, то вы увидите, что ошибок в данном случае тоже нет. Дело в том, что цвет по умолчанию тоже задан. Но в оригинальной игре на самом-то деле цветов не 8, как здесь указано, а больше. Здесь, конечно, их еще больше. То есть очевидно, что не 8. Но мы не будем выходить за рамки тех цветов, которые нам даны. Итак, red. Почему слово red написано с большой буквы, а команды нет? На самом деле слово red является числом. То есть технически это константа, которая несет определенное значение. Мы можем даже вывести ее на экран. Давайте просто выведем это значение. Но он не понимает, что я хочу. Он просто пишет red. Но на самом деле это может только запутать. Но я хочу увидеть именно числовое значение. Поэтому я должен убедить его в том, что я хочу видеть именно число, которое прячется за этим значением. В системе переменной, конечно, будет сложно объяснить, что такое константы. Но мы пока просто попробуем. Итак, как мне вывести число, которое спрятано за ним? Я должен применить к нему какую-то математическую операцию. Тогда он поймет, что я буду воспринимать это слово как число. Точнее, как значение, которое хранится за этим словом. Что я должен добавить, чтобы ничего не изменить? Ну, например, 0. Таким образом, я узнаю, что за словом red прячется число 1. В оригинальной игре на самом деле это не так. То есть в Sibot красный цвет имеет номер 4. Но так как мы обращаемся к этим параметрам напрямую, нас не интересуют вот эти различия. Хотя, на мой взгляд, менять номера цветов очень странно. Итак, мы выяснили, что красный цвет имеет значение 1. Можем написать даже так. Но я думаю, таким образом это будет несколько понятней. Осталось проехать 20 сантиметров. И задача будет выполнена. Так, эту программу мы уберем. Другая линия. Смените карандаш, чтобы нарисовать линию другого цвета. Зеленая линия. Чтобы проверить своего нового робота, попробуйте нарисовать зеленую линию длиной 20 сантиметров, как в предыдущем упражнении. Используйте клавишу F1, чтобы посмотреть эти инструкции в любое время. Задача аналогичная, если я вставлю сюда ту программу, которая у меня есть. Задание будет выполнено. Но давайте сделаем все как надо. Зеленый цвет. Нарисуйте большую букву L. Нарисуйте на бумаге L-образную линию. Рисование буквы L. Попробуйте нарисовать синюю букву L, стоящую из двух линий. Длина каждой линии 20 сантиметров. Напоминание. Помните, чтобы выполнить четверть оборота влево, вы должны написать инструкцию TURN 90. На этот раз у нас есть синий цвет, и об этом здесь ни слова. Вы сами должны догадаться, как это сделать. Но мы уже знаем, как у нас называются цвета, и мы можем просто взять и скопировать отсюда название синий. Далее мы проезжаем 20 метров, после чего нам нужно будет повернуться на 90 градусов и проехать еще 20 сантиметров. Разноцветная буква L. Нарисуйте большую букву L двумя разными цветами. Теперь попробуйте нарисовать букву L, стоящую из синей и оранжевой линии длиной 20 сантиметров. На английском языке алгоритм будет выглядеть таким образом. Ну, здесь не английский, конечно, это уже перевод на русском. Используйте синий карандаш, двигайтесь вперед 20 сантиметров, поверните налево на 90 градусов, используйте оранжевый карандаш, двигайтесь вперед на 20 сантиметров. Попробуйте перевести это на язык, понятный роботу. Небольшая помощь. Выбор карандаша нужного цвета, это pen down. Цвет четверть поворота, это turn 90, но это опять же помощь. И здесь можно сразу обратить внимание на то, что мы не поднимаем карандаш, то есть нет команды для поднимания карандаша. Это значит, что команда pen down, она несколько умнее, чем просто опускание карандаша. То есть она может понять, что если сейчас уже какой-то карандаш опущен, то чтобы опустить новый, надо сначала старый поднять. То есть это действие заложено уже по умолчанию в нее. Давайте возьмем нашу программу, ставим ее. И опять же, с цветом нам ничего не сказали, поэтому мы сами узнаем, как у нас выглядит оранжевый цвет. И добавляем его сюда. И вот здесь не принципиально, где будет эта команда, до поворота или после него. Результат будет тем же самым. Ну и в принципе, если взять любую последовательность действий, которую вы выполняете в обычной жизни, не всегда важно прямо дословно выполнять какую-то точную последовательность. Ну, например, когда вы готовите салат, ингредиенты для него вы можете положить в любом порядке и перемешать. Ну, конечно, все зависит от вида салата. Поэтому в данном случае менять цвет я буду здесь. То есть я повернулся, подготовился и поехал. На самом деле, разумно, конечно, поднять еще карандаш, чтобы точно не оставлять за собой никакие следы при повороте. Но понадеемся на то, что у нас программа выполнит все как надо. Так, программу можно и сохранять. В следующем упражнении нам она не понадобится. Ну и каких-то клякс мы не наделали, так что все нормально. Поднимите карандаш. Вот здесь нас только этому учат. Нарисуйте на двух отдельных листах бумаги. На столе два листа бумаги. Вы должны нарисовать красную линию на каждом из них. Но вы должны избегать рисования на столе. Для этого вам нужно будет поднять карандаш после первой линии инструкции Pen Up. Цвет карандаша указывать не обязательно, так как вы поднимаете его. Поэтому скобки остаются пустыми. Но учтите, что скобки в программу еще нужно вписать. Алгоритм действий на английском языке. Опустите красный карандаш. И, кстати, опять не указано слово красный. Двигайтесь вперед 20 см. Поднимите карандаш. Двигайтесь вперед 30 см. Опустите красный карандаш снова. Двигайтесь вперед 20 см. Теперь напишите программу. Помните опустить карандаш Pen Down. Поднять карандаш Pen Up. Если вам нужна дополнительная помощь в программировании, мы можем нажать кнопку уже F1. И справочник вот такой. То есть мы можем попасть в список всех команд, которые доступны для данной игры. Но нас это не сильно интересует. Но, опять же, я понимаю, кстати, почему они красный карандаш не пишут, потому что здесь на английском языке и так слово Red будет написано. Итак. Опускаем красный карандаш. К тому же, на самом деле, это не тайно, потому что мы его уже использовали. После чего мы проезжаем вперед. После этого мы должны использовать новую команду Pen Up. В строке помощи мы видим, что в скобочках ничего не пишется, потому что робот понимает, что поднять можно только единственный карандаш, который сейчас опущен. Здесь у нас идет 30 сантиметров. После чего мы можем опустить карандаш и даже не писать в скобочках ничего. При этом нам же говорят, что по умолчанию используется черный карандаш. На самом деле по умолчанию используется тот карандаш, который сейчас находится над отверстием. То есть вот здесь. Вот у нас сейчас черный. То есть если мы его не изменим, то опустится именно черный карандаш. Но если мы подняли красный, то и опустим в следующий раз красный. То есть он сохраняет значение цвета, который был использован последний раз. Если не использован никакой, то будет использоваться черный. Здесь уже все честно. Но давайте там у нас написано красный. Давайте пока будем это контролировать. Задание выполнено. Избегайте препятствий. Нарисуйте на двух отдельных листах бумаги. Несмотря на банку. На столе еще два листа бумаги. Но ваш напиток оказывает серьезные препятствия на пути робота. Итак, чтобы перейти от одного листа к другому, вам нужно заменить Move 30 в следующей программе инструкциями. Turn и Move, как показано на диаграмме. Обратите внимание, что не имеет значения, с какой стороны объезжать препятствие. Но нам показано объезд с левой стороны. Будем делать точно так же. На самом деле сделаем оба варианта. Помните, что turn 90 это повернуть налево, минус 90 это направо. Если ошибаетесь, то можно вернуться. Всегда. Закрыв это окно, не забывайте, что вы можете осмотреться, используя мышь. Да, конечно. Можем осмотреться. Так, где мы находимся. Вставляем ту программу, которая у нас есть. И все, что сейчас нужно сделать, это заменить вот эту часть. Потому что раньше мы проезжали прямо, теперь сам объезд будет уже другим. То есть меняется только вот эта часть. При этом она сохраняется для того, чтобы проехать здесь. Поэтому удалять ее не нужно. Нам нужно просто вокруг нее сделать дополнительные действия. То есть нам нужно будет повернуться. Поворачиваем налево. Слева у нас 90. После этого мы проезжаем вперед. 10 сантиметров. И поворачиваемся направо. После этого проезжаем. И нам понадобится снова повернуть. Проехать и повернуть. То есть вот этот порядок действий. Вокруг Move 30. У нас получается два левых поворота и два правых поворота. Так, давайте мы эту программу сразу... Хотя нет, давайте мы по-другому сделаем. Задача выполнена, но мы зайдем в это упражнение еще раз и выполним его на этот раз с другой стороны. Сделаем копию. И все, что нужно здесь сделать, это просто поменять знаки на противоположные. И задача будет выполнена уже с другой стороны. И здесь можно подумать, а какой же вариант более экономный в плане действия. И разницы здесь никакой, потому что в обеих программах у нас присутствует два знака минус. Все остальные значения не меняются. Ну что ж, вот мы прошли это упражнение двумя способами с двух сторон. Но это не значит, что это все. Говоря об оптимальности, мы все-таки попробуем выполнить еще кое-что. Итак, давайте проедем, ну только с одной стороны, этого будет достаточно, поэтому я сделаю дополнительную программу из первой. Да, пора бы снова их переименовать. Сделаем ее экстрой. Как можно пройти данный вариант? На самом деле мы можем уменьшить все это дело на один поворот. То есть если я проеду по диагонали, то есть вот таким вот образом. Здесь сразу возникает несколько вопросов о том, вообще как находить расстояние и углы поворота. Ну давайте рассмотрим. Вот это расстояние у нас 30 сантиметров. Но очевидно, чтобы расчетов было минимум, мы можем взять, например, равносторонний треугольник. То есть расстояние у этих двух сторон будут равны также 30 сантиметрам. И угол в основании у нас будет 60 градусов. И здесь тоже 60 градусов. И, очевидно, этим можно будет воспользоваться. Возникает только один вопрос. А поместится ли робот здесь? То есть, ну, он может просто врезаться. Тогда нам придется что-то делать. Но давайте решать проблемы по мере их поступления. Итак, мы подняли карандаш. Дальше у нас идет поворот. И здесь поворот на 60 градусов. Вот у нас получается эта часть. Поворот идет на 60 градусов налево. Далее мы проезжаем 30 сантиметров. После чего в верхней точке треугольника мы поворачиваемся уже не на внутренний угол, а на внешний. То есть, на 120 градусов. То есть, минус 120, потому что поворот идет направо. Дальше мы проезжаем те же 30 сантиметров. И здесь мы поворачиваемся на те же 60 градусов. То есть, мы должны снова смотреть как бы в нулевую сторону. То есть, мы повернулись на 60, отклонились. Дальше минус 120. Соответственно, у нас сейчас направление минус 60. Соответственно, чтобы оно стало нулевым, мы должны сделать снова 60. То есть, сумма вот этих двух углов, она должна компенсировать вот этот поворот. И все. Количество действий у нас уменьшилось. Расстояния уменьшились. То есть, очевидно, данное решение будет более эффективным. Если, конечно, оно вообще будет работать. Давайте проверим. Так, вот мы поехали. А так все хорошо начиналось. Но, очевидно, это не работает. Значит, нам нужно уменьшить угол. И нужно взять что-то более или менее вменяемое. Какие у нас есть еще варианты? Кроме 60 градусов. Ну, очевидно, есть угол 30 градусов, который, ну, немного должен уменьшить все расчеты. То есть, вот здесь должно у нас быть уже 60. Хорошо. С углами мы определились. И здесь останется только вычислить вот эти расстояния. Во-первых, нам снова понадобится теорема Пифагора. У нас получается, что наша гипотенуза, то есть, то расстояние, которое мы должны пройти, обозначим его за х, то есть, наша гипотенуза в квадрате, должна быть равна сумме квадратов катетов. Один из катетов нам известен. Это 15, то есть, половина от 30. 15 в квадрате. Второй катет, катет, лежащий напротив угла 30 градусов, равен половине гипотенузы. То есть, у нас получается х, деленное на 2, и все это в квадрате. Давайте будем упрощать. Очевидно, что если раскрыть эти скобки, у нас х будет возведен в квадрат, и делим мы все это на 4. Таким образом, будет уже немного попроще. Далее, соответственно, это и это у нас получается, что будет 3 четвертых х квадрат, 3 деленное на 4, умножить на х квадрат. То есть, вот таким вот образом, это у нас из правой части уйдет. И все это равно квадрату 15. Или, опять же вспомним правило, возводим в квадрат число оканчиво на 5. Мы берем первую цифру, умножаем ее на следующую за ней, то есть на 2, получаем 2. И в конце записываем квадрат 5, то есть 25, то есть 225. Далее, умножаем обе части на 4, получаем здесь 450, если умножить на 2. И умножаем еще раз, получаем 900. Таким образом, умножение на 4, мы получаем следующий результат. Далее, делим все на 3, получаем здесь 300. И х квадрат равен 300. Следовательно, здесь у нас будет квадратный корень, с квадратом 300. Через тригонометрию, на самом деле, было бы попроще, но нам нужно проверить более простые варианты, перед тем, как уходить в тригонометрию. Давайте проверять. Да. Что-то как-то совсем все печально, теперь мы не поместились. Ну что, у нас какие варианты-то остаются? Какие углы? Давайте из известных, наверное, 45 еще у нас остается. Тогда, здесь у нас будет 90, но возникает вопрос, а сколько ехать на этот раз? У нас теперь получаются равнобедренные треугольники, то есть 15 и 15, но квадратный корень нам все равно придется посчитать. То есть, в данном случае, 15 в квадрате это 225, давайте сразу же здесь будем считать, 225 плюс 225, или умножить на 2, и того, это 450. Вот такой вариант у нас получается при угле в 45 градусов. Ну, давайте пробовать такой вариант. Так, 45 градусов, и в принципе, да, да, но задел еще есть, можно попробовать снизить угол. Да, данное решение уже работает, можно, конечно, не усложнять, но кому это интересно, давайте попробуем уменьшить. То есть, очевидно, что угол можно сделать меньше, потому что расстояние еще осталось. Но теперь углы будут уже такими, что без тригонометрии не обойтись. Ну что ж, давайте попробуем сделать 40. И тогда у нас известен сейчас угол вот этот. И известен катет, который к нему прилегает. Следовательно, мы можем вспомнить, что есть такое понятие, как косинус угла. Так, давайте закомментируем, чтобы он не ругался. Косинус угла, известного нам, равен отношению прилежащего катета, в данном случае это 15, к гипотенузе, которую нам и нужно проехать. Исходя из этого, мы получим, что наш х, то расстояние, которое мы должны проехать, это 15, деленное на косинус данного угла. Ну и в нашем случае этот угол будет равен 40. Ну и прошлая формула, на самом деле, при 45 градусах, здесь бы просто поставили 45 и все. Ну и в данном случае будет 80. И вот такое решение у нас получится, если, конечно, угол мы угадали. Давайте проверять. Ну, уже достаточно близко. Можно, на самом деле, и меньше, но видно, что этот способ сам по себе рабочий. Я не думаю, что можно как-то улучшить это еще, если только менять угол и находить уже прям совсем-совсем оптимальный. Но давайте попробуем вернуться в это упражнение еще раз, и мы немножко забежим вперед, потому что у нас тема переменных, она будет лишь только в одном из последних разделов. То есть переменные появятся, по-моему, в шестом разделе. То есть там будет три раздела, посвящено переменным. Но здесь очевидно, что мы могли бы менять только лишь один угол, и у нас бы все автоматически пересчитывалось. Чтобы мы могли найти тот угол более быстрым способом, не менять вот эти все значения. Для того, чтобы создать какую-то переменную, мы должны выделить память или какую-то ячейку. И чтобы мы могли ее найти, мы должны будем дать ей какое-то имя. Ну, например, если мы возьмем камеру хранения в магазине, то вы, когда помещаете туда ваши вещи, в дальнейшем вы же знаете, где их взять, потому что у каждой ячейки есть свой номер или идентификатор. В данном случае используются не номера, а имена. По именам намного проще обращаться к областям памяти. Ну, например, вы, когда хотите кого-то о чем-то попросить, вы обращаетесь к нему по имени. То есть нам нужно будет какое-то имя. Создадим имя, которое должно говорить о том, что там лежит. Например, возьмем камеру хранения. Если вы дадите кому-то от нее ключ, не скажете, что там лежит, он не узнает об этом, пока не откроет. Самое главное, у него в руках есть идентификатор, по которому он может узнать, что находится внутри. Но сам идентификатор об этом не скажет. Поэтому лучше сделать так, чтобы имя говорило о том, что за ним скрывается. Назовем нашу переменную следующим образом. Угол. Далее. В него нужно будет поместить какое-то значение. То есть мы просто говорим, что ты теперь равен вот этому. В нашем случае давайте положим туда угол 40. Но, естественно, этого недостаточно. Он говорит, что переменная не объявлена. То есть мы дали название, поместили туда значение, но мы не сказали компьютеру о том, что мы вообще собираемся в нем что-то хранить. То есть мы просто взяли какое-то имя и сказали, что вот под этим именем лежит что-то. Ну как, например, вот здесь слово red на самом деле тоже является своеобразной переменной. Мы уже смотрели на это значение. То есть red у нас на самом-то деле равен единице. Опять же, в данной версии только. То есть технически кто-то уже создал ее, и мы можем пользоваться этим значением. И у компьютера при объявлении переменной возникает всегда вопрос, а сколько памяти выделить? Потому что очевидно, что текст, он занимает больше места. Число меньше места. Если взять фильм или музыку, каждый из них занимает определенное количество памяти на устройстве. Соответственно, мы должны сказать компьютеру о том, а сколько памяти нам нужно для того, чтобы хранить данное значение. Для этого придуманы типы данных. То есть, например, числа, текст, координаты, то есть несколько значений сразу под одним именем. Их тоже можно хранить, это уже сложные или составные переменные. Но это тема уже другой игры, потому что здесь они не используются. Вне зависимости от этого, каждый тип данных делится еще на несколько типов. Например, есть целое число, есть дробное число. Текст может делиться как на отдельный символ, так и на целый текст. И в данном случае мы работаем с целыми числами. Мы можем, конечно, взять и дробные углы, но целые числа будут намного проще. В переводе это integer. Но программисты люди ленивые, поэтому они вместо слова integer просто пишут слово int. Таким образом мы объявляем переменную, то есть мы говорим компьютеру, что мне понадобится хранить целые числа. Он такой, окей, выделяю тебе память, дай ей имя. Мы даем ей имя и помещаем туда какое-то значение. И теперь, обращаясь к этому имени, я достаю это значение. То есть, теперь я могу повернуть на то значение, которое хранится у меня в этой именованной области памяти. Соответственно, здесь будет то же самое. То есть я буду делить на косинус того угла, который я поместил ему в память. Здесь будет удвоенное значение этого угла. Не забываем о знаке минус. И здесь, соответственно, тоже. И таким образом мы себе сильно упростим задачу. Теперь для тестирования мне достаточно будет менять значение только лишь в одном месте. Например, здесь. Давайте проверим угол в 35 градусов. Он все сам посчитает. И мне достаточно будет изменить значение только в одном месте. Да, это было уже не очень. То есть очевидно, что нужно больше. Да, конечно, он проходит за счет столкновений. Но все-таки это решение уже не совсем корректное. Ну и давайте попробуем другое значение. Так, чтобы он хотя бы не сталкивался. Снова столкнулся. 37. Я просто хочу определить минимальное значение. Но опять же, если бы мы не ввели перемены, то нам пришлось бы менять это здесь, 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 здесь и здесь. Согласитесь, что такой вариант намного удобнее. Отлично. То есть, если брать целые числа, то данное решение будет уже оптимальным. Наверняка можно использовать какие-то дробные числа. Но давайте мы не будем совсем уже уходить в дебри. Хотя на самом деле тригонометрия куда сложнее, чем просто работа с дробными числами. Ну что ж, теперь я думаю, что мы точно уже выполнили данное задание максимально оптимальным способом. Вы опять же в комментариях можете написать и другие варианты, если они есть. Также вы можете в комментариях указывать какие-то свои идеи для данных упражнений. То есть, как еще можно было бы это усложнить или сделать это интересней. То есть, дополнительное задание, которое вы бы добавили сюда. Ну а на этом я прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Ну и до встречи в других видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok